Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». В эфире программа «Дневной разворот» в студии Светланы Занько и Игоря Ройси. Да. Сразу понятно, что Игорь Ройси в студии. Песня, которая звучит, это песня группы «Крим». В 1966 году они собрались, три лонанских музыкантов, вы прекрасно знаете, все Эрика Клэптона начинал именно в этой группе. На самом деле был тогда еще не самым лучшим блюзменом среди белых Джек Брюс. И вот регендарный Джинджер Бейкер, барабанщик от бога, но с таким отвратительным характером. Сейчас объясню даже почему. Недавно наткнулся на фильм про него, сняли целый полнометражный фильм про Джинджера Бейкера. Чтобы вы знали, это такой худощавый уже старик. Раньше он ирландец по натуре даже можно сказать, потому что действительно человек с отвратительным характером. Какого-то всех ирландцев сейчас просто гребеночкой. Они сами это признают на самом деле и смеются над этим. Он рыжий, с такой непонятной бороденкой, был в молодости, не слишком хорошо себя вел ни в общественных местах, ни просто в личной жизни. И про него решил снять фильм. Один из его, можно сказать, преданных фанатов представился в письме к нему журналистам Роннинг Стоунс. Роннинг Стоунс приехал, ну то есть он им, грубо говоря, наврал и решил снять про него сначала написать статью, потом снять фильм. Они в итоге подружились, но когда он начал снимать про него фильм, собственно, начался он именно с того, вот сам фильм даже, как он избивает этого режиссера. Вот этого молодого маленького мальчика палкой, на который он напирается, чтобы ходить. То есть человек с тот дом ходит, но все равно он нашел способ на него наорать и избить его палкой, разбил ему нос. Ну, собственно, при этом это не делает его плохим человеком, потому что он музыкант отличный. Наверное, с один из самых лучших, черные джазовые музыканты, наверное, единственные признали его своим собратимым по джазу. То есть это достойно того, чтобы, только представьте себе, человек настолько стремился стать лучшим барабанщиком в мире, что он стал на одну планку с черными джазовыми музыкантами, барабанщиками, а это дорогого стоит. Ну и в 1988 году впервые представлено на экране в роли героя Брюса Уиллис в «Крепком орешке». Собственно, единственное, что я хотел по этому поводу добавить, что на эту роль претендовали Арнольд Шварценеггер, Селестер Сталлоне, Ричард Гир даже и Берт Рейнольдс. Ну, то есть вы можете представить, каким мог стать «Крепкий орешек» без Брюса. В 2007 году этот фильм, кстати, признали лучшим боевиком всех времен. Класс, спасибо тебе за эту информацию. Не устает радовать Игорь Рыщевна с музыкальными заставками и пояснениями к ним. Мне всегда это очень нравится. У нас просто есть немножко еще времени, я добавлю, совсем недавно ходил в «Военторг», знаете, который находится рядом с Лениным. Что еще действует? Вот там, где «Кордокоски», там есть этот «Военторг», конечно, там он действует. Там есть небольшой книжный развальчик, и я нашел книжку «Крепкий орешек 2». Не было книжки «Крепкий орешек 2», была книжка «Крепкий орешек», ну, то есть «Дай Хард». Его, я не помню, кто написал, но фильм снят по роману. Второго романа уже никакого не было, но была такая серия книг в 90-х годах. Ее стали писать по самым популярным фильмам и сценариям Голливуда. На самом деле, настолько отвратительный язык написания, даже на русском-то, если его пытались перевести, читать просто невозможно. Но я купил. Я так люблю «Крепкий орешек», что я все-таки купил эту книгу. А когда, а ты не посмотрел, в каком году была издана эта книга? Ну, там что-то в районе конца 90-х годов. То есть это еще и раритет такой? Можно сказать. И там, знаешь, формат такой издания. То есть с одной стороны один фильм, пересказанный со сценария, переворачиваешь книжку, там другой фильм, тоже какой-то боевик. Но там много что. Там и «Хищник», и «Чужие», и «Охотники за привидениями». То есть если вы хотите, можете сходить посмотреть. На самом деле это достойно просто того, чтобы это постояло на вашей книжной полке. Читать не обязательно. Понятно. Ну что, начиная дневной разворот. У нас, как обычно, два часа. И во втором часе мы немножко изменили сейчас порядок проведения. Потому что вчера заявляли, что тема о том, что в месяц женского здоровья проходит в Кирове, будет с 11. Нет, это будет с 12. Мария Савинова, начальник отдела по развитию медицинской помощи детям и службы родоспоможения Министерства здравоохранения Кировской области, придет нам в гости во второй половине разворота. И к этой теме мы приурочили опрос на сайте хакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, голосуйте. Мы хотим вообще узнать, вы считаете, что профилактические акции по охране здоровья – это так для галочки или это очень важно? Вот заходите, голосуйте. Сделаем такой срез уже в следующем часе. А в первой половине разворота будем говорить о очень важной, на мой взгляд, теме, интересной, она вообще наша такая, потому что велосипедная. В Кире будет создаваться электронная база велосипедов. По этому поводу у нас сейчас уже в студии находится Павел Лупов, начальник организационного отдела территориального управления по Ленинскому району Кирова. Павел, добрый день. Добрый день. По телефону будет Владимир Перминов, исполняющий обязанности начальника отдела участковых, полномоченных полиции МВД России по городу Кирову, и Григорий Долгих, президент Федерации велосипедного спорта Кировской области. На самом деле это очень интересно, потому что мы говорили об электронной базе велосипедов еще полтора года назад, когда начинали проект «Велотуру Вятка Киров-2014». Потому что вопрос о том, где хранить и как сберечь свой велосипед, а также о случаях, когда велосипедисты являются участниками ДТП, это очень важный на самом деле вопрос. Велосипедистов становится все больше и больше. Мы это регистрируем, четко видим. Москва там вообще впереди планеты всей, потому что у меня такое ощущение, что у них велопарады сейчас каждую неделю, ночные, дневные, какие-то многотысячные всякие велопарады. Велики становятся все более и более дорогими. Мне кажется, это такое не только транспортное средство сейчас, но уже и фишка какая-то. Люди начинают там, а у тебя какой, у меня такой, докупают какие-то причиндалки, велосипед, дорогой сейчас такое приобретение уже становится. А краш не уменьшается количество, насколько я понимаю, возрастает. Пропорционально, видимо, росту продаж велосипедов. И вот вдруг внезапно, тут я читаю, что МВД обратилась к городской администрации с таким предложением о создании электронной базы велосипедов. Как это все произошло, и почему город на это откликнулся, почему считает это важным, и почему вообще к городу пришли представители МВД? Вот, Павел, хочу у вас спросить. Да, конечно, МВД по городу Киров обратилась к нам, начиная с Ленинского района, с вопросом как раз увеличения краж велосипедов на территории города. И, так скажем, предложила разработанный уже реестр, то есть база велосипедов, которые они уже начали вести. Они сами разработали и начали вести. Да, база началась вести, и как раз попросили поддержки в этом активного населения города. То есть это те же самые у нас старшие по домам, по подъездам, территориально-общественное самоуправление. В связи с этим нами была организована рабочая встреча 8 июля. И на этой встрече как раз то с саммитом, т.д. самоуправлением, была поддержана, так скажем, этот проект по созданию данного реестра данной базы велосипедов. И через центры местной активности сейчас с нами начата работа по формированию данной базы. Конечно, эта база формируется именно с желания гражданина, который... Добровольно. Добровольно, да. Да, что вот есть такой велосипед у него, и хотелось бы при, не дай бог, краже данного велосипеда, данного имущества гражданина, этот велосипед уже фигурирует в общей городской базе УВД. Чем, так скажем, облегчает поиск данного транспорта? Но это мы спросим у представителей, да, у МВД, а у вас как строится работа? То есть что вы сделали? Собрали председателей ТСЖ, председатели ТОСов? Именно собрали активных жителей, это именно через ТОС изначально, территориальное общественное управление. И предложили им переговорить с соседями, со своими друзьями, у кого есть велосипеды, то есть обратить внимание, где они хранятся, конечно же. И предложить им включить их собственность, их велосипед как раз в эту электронную базу, которая формируется именно через, начиная от центра местной активности, потом эта база формируется уже на уровне всего Ленинского района и далее передается уже УВД по городу Кирову. И как это происходит вот фактически, то есть они заполняют какие-то бланки, документы, как это происходит? Есть определенная, так скажем, таблица, где указан у нас у владельца марка велосипеда, номер. Нет, у кого это вот на руках находится? Это находится база у руководителя центра местной активности. И общая база по району находится у нас в организационном отделе, конечно же. Через центры местной активности мы будем формировать уже общую базу за Ленинский район. Секунду, Павел, я просто хочу понять. Вот ко мне приходит представитель ТСЖ или представитель ТОСа. Говорит, у вас там, Светлана Владимировна, велосипед, не хотите ли его разместить в базе? Я говорю, да, хочу. Что он мне говорит? Зайдите вот по такому-то адресу электронному и заполните? Или у него на руках бумага, бланк, куда я вношу свои данные? Ну, конечно же, на руках бумага, бланк, чтобы это было удобнее и саму владельцу, и, как говорится, сразу же внести эти сведения в общую таблицу, в общий реестр. И далее этот реестр уже формируется в электронном виде в самом центре местной активности и передается к нам в территориальное управление. То есть представители ТОСов заполняют в электронном виде эти данные? Представители, руководители центров местной активности, а ТОСы именно приносят именно в бумажном виде. Я хочу еще вот что уточнить. Когда мне говорят, предоставьте сведения, я должна как-то подтверждать? Или я просто говорю, вот у меня есть такой велосипед, там регистрационный номер как-то указывается? Я же могу на себя зарегистрировать велосипед, грубо говоря, друга, пока он спит. Ну, тут, как говорится, все равно из-за чего начали как раз работу именно с территориальным общественным управлением. То есть это те граждане, которые неравнодушны к благоустройству территории района, ну и, конечно, к сохранности своего общего имущества. Поэтому они очень активно, так сказать, общаются и живут со всеми. То есть они знают? Они знают друг друга. У кого какой велосипед? У них очень развитые добрососедские отношения. Ну, не всегда. Ну, не всегда, да. Есть, конечно, индивидуальные, так скажем, граждане. Поэтому начали с них именно с активных жителей, которые друг друга знают. Активист, он знает, что у этого человека есть велосипед. Конечно. Надо ли мне подтверждать владение велосипедом какими-то документами или нет? Сейчас пока я могу просто... Сейчас пока можно просто носить данные, но если у гражданина есть на руках документы, когда приобретал данный велосипед, конечно же, велосипеды приобретаются и с рук через сайты и так далее, то есть у друзей, у знакомых. Конечно же, документов вполне возможно у кого-то не сохранилось. Поэтому, конечно же, смотрится просто сам велосипед, рама его. Ну, то есть гражданин имеет право показать этот велосипед, что да, вот действительно он мой. Ну и сами ТОСы, которые собирают сведения, они друг друга знают, соседи свои. То есть пока что все-таки на доверии. Пока на доверии, да. На доверии. Вот мы сейчас выясним у Владимира Перминова, исполняющего обязанности начальника отдела участковых полномочных полиции ОМВД России по городу Кирову, какие требования предъявляются и как потом этими данными будут распоряжаться ОМВД, я так понимаю. Владимир Александрович, добрый день. Добрый день. Владимир Александрович, во-первых, скажите нам, пожалуйста, почему ОМВД по городу Кирову озаботилась этой проблемой? Отсутствие учета велосипедов. Да, проблемы действительно существуют. В текущем году уже 164 кражи зарегистрированы велосипедов, и, как правило, они совершаются у нас из подъездов в ночное время. Даже пристегнутые велосипеды зачастую похищаются. Поэтому в настоящее время нами ряд мер предпринято в том плане, что мы обходим подъезды жилых домов, переписываем номера этих велосипедов, общаемся с хозяевами и ведем такой учет. Кто обходит? Конкретно этой работой занимаются сотрудники службы участковых уполномоченных. Также проверяем и на улицах тех, кто вызывает у нас подозрения, мы их проверяем силами наружных нарядов полиции. Переписываем также информацию, если есть подозрения, то проверяем по базам. Сразу же я хочу обратиться к жителям областного центра, чтобы с пониманием относились к данному вопросу, чтобы, если есть вопросы у полиции, чтобы отнеслись с пониманием, что действительно проблема актуальна в настоящее время кражи велосипедов. Владимир Александрович, участковые самостоятельно обходят или совместно с представителями ТОСов, например? Он как самостоятельно осуществляет эту работу, так же активно нам помогает ТОС. То есть они своими силами обходят подъезды, переписывают своих соседей и нам информацию предоставляют тоже. Когда участковый обращается к владельцу велосипеда, он требует предъявить какие-нибудь бумаги, свидетельствующие о том, что на принадлежность велосипеда этому конкретному человеку и только со слов это все переписывается? Дело в том, что у каждого велосипеда есть свой номер на раме, мы проверяем. Если у нас есть подозрения, велосипед похож по ориентировкам, по приметам, мы останавливаем человека, проверяем его, сверяем. Ага, в этом случае. То есть вот какие подозрения могут быть. Есть ориентировка и тогда останавливаем. Владимир Александрович, а можете рассказать про процедуру, вот как человека останавливают на улице, что конкретно происходит? Потому что я сам в эту ситуацию попадал, я вам, может быть, поясню, что было со мной. Вы расскажите, как это должно быть? То есть полицейские останавливают велосипедиста. Что происходит? Сотрудник предоставляется, объясняет цель поддержания, так скажем, остановки этого гражданина и предлагает ему подтвердить принадлежность. Ну вот и как он может подтвердить? Если у него нет на руках документов о велосипеде, если у него нет, как в моем случае, номера на раме, то есть никаких опознавательных знаков, то есть велосипед был куплен с рук, например. Что дальше делают сотрудники полиции? Что могут сделать? В дальнейшем, если велосипед похож по приметам, то в крайних случаях мы доставляем, а в основном мы переписываем, и после этого достоверно устанавливаем личность этого человека и его отпускаем. В дальнейшем уже проверяем, есть граждан или нет. Что касается самой базы, Владимир Александрович, вот она будет доступна всем? Она открытая база или она только исключительно создана для того, чтобы пользовались сотрудники ОМВД? Это база наша внутренняя, пользуются ей только сотрудники полиции. Ага, только сотрудники полиции. А в перспективе, как вы считаете, возможно ли сделать эту базу, раз уж там добровольно зарегистрироваться, я бы зарегистрировалась, например, или вообще я покупаю с рук, я бы хотела увидеть, например, зашла в базу и посмотрела, зарегистрирован этот велосипед или нет, и кому он принадлежал там, когда мне продают с рук, чтобы подтвердить. Вот в перспективе, как вы думаете, эту базу можно будет сделать открытой, и кто тогда должен над этим работать? Сейчас мы этот вопрос прорабатываем, пока не готов ответить. В перспективе, возможно, будет такой вариант. Владимир Александрович, вот вы сказали, что уже создали эту основу базу, потом пошли, значит, представителям администрации города Кирова, а на основании чего, платформу где брали? Мы провели, собрали представителей ТОС, инициировали это совещание администрации, и вот таким образом предложение наше услышали, то есть люди тоже заинтересовались, проблема действительно есть, поэтому все. Я поняла, а сама электронная база, она где-то уже была разработана, и вы ее взяли как шаблоны или сами там разрабатывали? Нет, раньше нигде такой базы не было, мы сами решили, сами придумали. Я вот, знаете, смотрю, мы специально с Игорем Рысевым, моим соведущим, посмотрели, что делается в России, в России ничего подобного нет, нет этих баз, ну, даже внутренних. Но у наших соседей, например, в Белоруссии, с 2013 года это ведется активно, и я вот вижу за 2013 год как раз отчет, там такая интересная штука. Патрульные прямо на улице, они имеют регистрационные карточки, и любой человек может к нему прямо на улице подойти, к милиционеру, и зарегистрировать свой велосипед. Как вам нравится такое? Да, замечательно, отлично, мы тоже примем такой опыт. Ага, ну, спасибо большое за комментарии. Владимир Перминов, исполняющий обязанности начальника отдела участковых полномочий полиции МВД России по городу Кирова, был с нами на связи. Ну, я представляю, на самом деле, как полицейским надоело проверять постоянно эти велосипеды, которые еще абсолютно непонятного года выпуска, марки, у которых непонятные владелицы документы. Я сам с этим столкнулся за один день два раза. Вечером, когда я выезжал из дома, меня остановили, и вечером, когда я ехал обратно. То есть во второй раз меня уже остановили даже не на патрульной машине, не патрульные полицейские, а люди в штатском. То есть полицейские, которые выходили, видимо, в рейды какие-то в штатском. Ну, они благо представляются. Но в большинстве случаев полицейские все-таки не имеют представления, видимо, о законе о полиции и банально не говорят о том, кто они такие. У нас есть слушатель на связи. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и... Надежда. Да, Надежда. Вот смотрите, участковым, видимо, больше нечем заняться, как эти... вылавливать велосипеды. Для чего это электронная база? Если у кого-то пропал велосипед, он пишет заявление и все данные о велосипеде там расписывают. Нет, полицейские таким образом... Надежда. Полицейские таким образом ищут велосипеды. А вот придумали затейку, пиарят себя. Мы вас поняли, Надежда. Я только что попытался объяснить, что полицейские это делают как раз, чтобы избежать вот этой муторной работы. Электронная база, на самом деле, мне кажется, оправдает себя. Потому что постоянно останавливать и ходить одни и те же велосипеды на улице не имеет никакого смысла. Если у вас есть мнение по этому поводу, также я приглашаю вас в наш эфир. 8-909-720-101-0. Может быть, вы действительно, как Надежда, поспорите с нами. 708-502, номер прямого эфира. Вот по нему вы звоните, а по первому до СМС. Вот, вероятно, Надежда не сталкивалась, Игорь, с такой проблемой, как ты столкнулась, или с проблемой, когда у людей действительно воруют велосипеды. Между прочим, воруют не только велосипеды, но даже и детские коляцки, и санки, и с подъездов. Кстати, вот был вопрос, да. Мы, к сожалению, не спросили о детских колясках. Как-то совсем у меня вылетело это из головы. Может быть, полицейские и детские коляски будут переписывать. В конце концов, у них тоже есть, наверное, какие-то номера, марки и обознавательные знаки. Ну, давай пока про велосипед. У нас Григорий Долгих на связи. Это президент Федерации велосипедного спорта Кировской области, хорошо знакомый нашим слушателям. Гриша, добрый день. Добрый день. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к этой инициативе ОМВД? Ну, нефть, она неплохая. Вопрос, каким образом она будет реализовываться, и сам механизм неинтересен. То есть, это будет на добровольной основе, или это будет как-то принудительно, обязательно сделать? На добровольной вот сейчас, говорят нам. На добровольной, на данный момент. Хорошо. А то есть, что будет? Просто в базу вносится номер велосипеда и данные пользователя, и все. Ну, пока что вот так, да. А кто это будет контролировать? Потому что, может, получается, купить кредитный велосипед и внести данные в базу, и в этом случае как это будет регулироваться? Вот это хороший вопрос. Вот мы как раз его обсуждаем. Нам говорят, что почему ТОСы привлекли? Потому что люди друг друга знают. Вот такой вариант. У нас-то на самом деле к тебе следующие вопросы. Ты, поскольку человек, который еще является, там, ты продаешь велосипеды? Скажи, пожалуйста, когда человек приобретает велосипед, вот у вас, например, что вы выдаете ему вместе с велосипедом? С велосипедом выдается гарантийная книжка, в которой указаны все равно на велосипеде, место приобретения, соответственно, там печать ставится организация продающая, и покупатель расписывается за то, что он проинструктирован по правилам пользования велосипеда. И вот, например, человек, когда этот велосипед... Ну, вы нигде его не регистрируете, правда? Вы просто продали, отдали ему документы с велосипедом и все. На каждом ли сейчас велосипеде, на раме, есть регистрационный номер? На 99% есть. На 99% есть. А если человек собирает сам велосипед, вот собирают же велосипеды, покупают рамы, там, рули, колеса? Ну, скажем так, это очень маленький процент. В основном, в велосипеде используют люди номерные рамы. То есть, если человек покупает раму, то с рамой точно так же приходит комплект документов на раму. Вот. Если же это, скажем так, и стремная дисциплина, либо там туристические рамы, там сложнее, но процент таких велосипедов очень мало. Григорий, то есть есть какие-то велосипеды, где нет этих номеров? Вот у меня, допустим, нет. Как это может получиться? Нет, нет, нет. Немного. То есть, какой-то процент есть, но он небольшой. Да. Есть такие. Вот скажи, пожалуйста, ты бы рекомендовал владельцам велосипедов добровольно, вот сейчас нас послушают, и добровольно обратиться в ОМВД. Вот, кстати, не спросили, можно ли в ОМВД позвонить добровольно и зарегистрироваться. Я надеюсь, что можно. Значит, добровольно обратиться в ОМВД и зарегистрировать свой велосипед. Ты считаешь, это полезно? Рекомендовал? Я бы свой зарегистрировал. Почему? Потому что это дополнительная мера безопасности. Я за это ответил. Не знаю, как это было. Несмотря на остальное, то самое важное, чтобы это было все быстро, просто и удобно. Потому что у нас люди ленивые, они тоже будут там звонить куда-то, ехать, показывать документы. То есть, как быстро, просто и удобно? Вот как ты себе представляешь, должно быть? Какое-то приложение, телефон может быть. Либо где-то на сайте будет соответствующее какое-то окошко, что можно зайти, зарегистрировать, смартфон данных, это вписать. Ну, ты представь, тогда каждый может вписать все, что угодно. Соседский велосипед на себя вписать, и все. Вот. Ну, получается, между двумя, скажем так, сторонами одной медали. То есть, с одной стороны, хочется, чтобы было быстро, качественно, с другой стороны, люди не захотят ехать, регистрировать, там, дополнительно оставить очередь, там, еще что-то. Жидать механизм, мне кажется, нужно, в первую очередь, прорабатывать. А сама ехать, и она неплохая. В Советском Союзе выдавались номера на велосипеде, как автомобиль. Ага. Ну, вот ты, мы с тобой, когда до эфира говорили, ты вообще сказал, ты пожелал удачи сотрудникам ОМВД, и сказал, что эта база будет как автомобильная, и работать над ней так же придется, да? Естественно, потому что велосипедов очень много, и это большой объем информации. То есть, ну, в случае, он человек, который будет отслеживать это, контролировать. Проверять. Перепроверять, да? Да. Спасибо тебе большое за комментарий. К сожалению, время наше заканчивается. Но надо сказать, что я задавала этот вопрос нашим друзьям из велосипедизации, ребятам, которые непосредственно этим занимаются и общаются. И они как раз, да, говорили о том, что хорошо бы, чтобы механизм был легкий и прозрачный, но мы тогда еще не знали, что это внутренняя база ОМВД, недоступная пока что всем людям. Тоже спрашивали, насколько целесообразно просто собирать электронную базу, вот это Игорь Багин писал, не лучше ли развивать велоинфраструктуру и оценить велосипедный трафик на улицах, Игорь. Но это отдельная тема, совершенно там на другое направленное, да? Давайте, наверное, еще минутку займем на слушателя. Давайте. Алло. Алло. Да, представьтесь, пожалуйста. Да, меня Алексей зовут. У меня вот какая мысль возникла по поводу вот этой переписи велосипедистов. Они перепишут для сначала всех велосипедистов, а потом ведут хитрый налог на велосипедистов. И по дорогам не возникает никаких подозрений, не знаю, наших чиновников. Ну, как на автомобилистов, да? Как на автомобилистов. А потом еще скажут, хотите велодорожки? Автомобилисты же мы платим налог, правильно? Конечно. Вы тоже. А у вас есть велосипед? Нет, у меня велосипеда нет, я все собираюсь его приобрести, но никак не соберусь. Ну, вот вы считаете, что это, вы бы зарегистрировали свой велосипед с целью, с той целью, чтобы, ну, мало ли что, вдруг украдут, чтобы быстро найти... Нет, ну, понимаете, допустим, мало ли что, вдруг украдут, я считаю, что вот эта перепись, она не сыграет роли, чтобы его найти как-то этот велосипед. Потому что, ну, это не двигатель на машине, понимаете? Велосипед покрасить можно у себя на балконе, грубо говоря, номерок этот оторвать, тоже проблем не составляет. То есть, если велосипед украдут, то... То есть, вы не будете регистрировать свой велосипед? Да, потому что я в этом смысла не вижу. Ну, а тогда второй вопрос, если вы велосипедист и желаете ездить по улицам города, раз уж вы про налоги говорите, а велодорожек нет, вы готовы платить налог для того, чтобы они появились, велодорожки? Ну, сложно вопрос. А, готовьтесь, раз собираетесь приористи, готовьтесь к этому. Спасибо. Перед тем, что начали перепись эту, вполне возможно, что и такое возникнет. Спасибо вам большое за комментарий. Вот, на самом деле, я говорила же, надо, что подольше об этом говорить. Столько много нюансов разных, Павел. Вот видите, сколько разных интересных вопросов у людей возникает. Я-то вот целиком за, но я за то, что база была открыта, и люди могли бы перепроверять, а не только ОМВД. Например, там... И видеть свой велосипед, допустим. Да, я увидела свой велосипед на кого-то зарегистрированный. Я сама первая сигнал подам, мало ли у кого какие прицельные там вещи по поводу моего велика замечательного возникли. Но в любом случае инициатива хорошая. Павел, вы еще раз тогда скажите нашим слушателям, кто вот сейчас хочет зарегистрировать свой велосипед, что им нужно сделать? Да, конечно. Те, кто желают зарегистрировать свой велосипед, необходимо, если у вас есть в доме, допустим, территориальное общественное управление, можете через старшего по дому обратиться, так скажем, дать информацию по своему велосипеду. Либо обратиться в центр местной активности, которых у нас в Ленинском районе 5 центров. Также они эту информацию от вас получат и передадут уже через территориальное управление напрямую в УВД по городу Кирову. Спасибо. Таким образом. Да, спасибо большое. Павел Лупов, начальник организационного отдела территориального управления по Ленинскому району города Кирова. Я еще сделаю небольшой комментарий после рекламы по поводу регистрации велосипедов. Чуть-чуть расскажу, как в других странах это происходит. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Программа «Дневной разворот» выходит при поддержке компании «Система Глобус». Продолжается программа «Дневной разворот». Еще пару слов о регистрации велосипедов. Вот только что мы договаривали с Павлом Луповым. Предлагали, что может быть имеет смысл не только, как в Белоруссии, карточки у каждого постового полицейского есть, заполнять, добровольно подходить, кто хочет. Но ведь есть еще магазины, которые продают велосипеды. Сразу же, если человек желает, раз заполнил в магазине карточку. На самом деле, если магазин готов предоставлять такую услугу, то это же просто заполнение карточки, а потом эти карточки можно на неделе свозить в УМВД. Да, вот это можно тоже сделать, чтобы будет тоже очень активно. Сразу в первые руки будет все понятно и здесь ясно. Вот я вижу, что в Латвии, например, в 2010 году, 30 буквально ноября, правительство Латвии приняло решение о том, что велосипеды нужно регистрировать. Это тоже в связи с кражами и тоже добровольно. Но сразу предлагалось это сделать на сайте. Вот официальный сайт, куда могли зайти и регистрироваться. Лица, достигшие 16-летнего возраста. И юрлица, например, могли в реестре зарегистрироваться самостоятельно. То есть способов достаточно много. Надо еще рассказать нашим слушателям, что в России подобной инициативы не было. Ну вот ты просто говоришь про Латвию. Там, наверное, проще с верификацией в интернете среди населения. У них больше процента хвата пользователей интернетом. У нас он все-таки не такой большой. Мне кажется, половина из тех пользователей, если не больше, кто находится в интернете, не имеет велосипедов и наоборот. Ну да, но тем не менее способы существуют. Мы видим, что это есть. Молодцы, Кировская область. Мы смотрим, ох, мы первые. Здорово мы это сделали. Что я сейчас хочу. Должны мы сейчас дозвониться до организатора фестиваля «Вместе вятка» Вячеслава Тихонова, руководители и автора проекта «Вместе вятка», президент культурного фонда «Яркий город». Как интересно, мы рассказывали про этот фестиваль национальных культур. Кто побывал в этом году в Александровском саду, знает, что это такое. Праздник плова там еще, кроме всего прочего, проходил. Так вот, насколько я понимаю, организаторы и авторы проекта, они предлагают проводить фестиваль «Дружба народов» в каждом городе России. Каким образом? И вообще заявки уже начали принимать на наш фестиваль в следующем году. Почему так рано начали принимать заявки? Каким образом будет тиражироваться этот фестиваль на всероссийский уровень? Вот меня поправляет сейчас редактор. Не фестиваль, а парад. Какой парад? Парад «Дружба народов». А они как-то не взаимосвязаны, что ли? Парад «Дружба народов» и фестиваль «Вместе вятка». Надо сейчас разобраться. Мы пытаемся дозвониться до Вячеслава Тихонова. Но если парад, то тут, конечно, немножко проще. Насколько я понимаю, это само по себе просто шествие каких-то там сообществ, диаспоры и так далее. То есть тут, наверное, намного проще, чем фестиваль. Фестиваль уже, наверное, чтобы организовать, нужно и с местными властями как-то отдельно договариваться. И как ты говоришь, если это праздник гастрономического характера какой-то, то тут тоже есть свои нюансы. Ну, не только гастрономического. Там много чего было в Александровском саду, я видела. Потому что не выходит с нами слава на связь. Да? Нет его? Нет его? Ну и очень жаль. Ну и очень жаль. Потому что хотелось бы узнать, что они там придумали. Но в любом случае, значит, мы возьмем комментарии у Вячеслава, что есть или нет. Я не вижу. Да, в нотке, насколько я понимаю, что есть. Он идет к нам, пишет Таня. Где он идет? Я вижу только Володю Сметанина сейчас в редакции. Но, тем не менее, давайте скажем, что в этом году фестиваль «Дружба народов» получил серьезную поддержку правительства Кировской области. И Борис Веснин, заместитель председателя правительства, говорил о том, что и в следующем году получит поддержку фестиваль. Может быть, это еще вдохновило наших организаторов. Вот Слава Тихонов уже вошел в студию, влетел. Слав, у тебя есть буквально пять минут на то, чтобы сказать мне, да или нет. Вы действительно предлагаете проводить парад «Дружба народов», а может быть, и фестиваль в каждом городе? И как вы это будете делать? Как сообщать? Как тиражировать? И почему заявки на следующий парад в Кирове уже собираетесь сейчас? Можно сказать, только отстрелялись и снова. Просто с утра. Так, пять минут. Ну, собственно, сразу же после проведения фестиваля «Вместе вятка» в этом году, совместно с нашими коллегами и руководителями главами национальных диаспор, благодаря вам Азербайджан, мы увидели, что это очень позитивно. Сам по себе парад. Вы приняли в нем участие? Нет. К сожалению, очень жаль. А белорусы там были, кстати? Ну, флага Беларуси я не видел, но уверен, что кто-то был из Беларуси. Было очень много разных людей. То есть мы стартовали, где-то было в начале колонны. А мы бы с Игорем как белорусы. Маленькие колонны. Мы их наружу ставим вдвоем. Мы стартовали, было 500 человек в начале. То есть когда подошли люди к Александровскому саду, было уже примерно тысяча. Да, то есть было здорово, очень позитивно. Мы подумали, что этот формат, вот он настолько позитивен, настолько он такой искренний, что почему нашим коллегам из других регионов не предложить тоже так же точно, как и мы, примерно так там, да, в своем формате, может быть, в своей редакции, но сделать что-то подобное, парад дружбы народов в своем регионе. Поэтому мы решили выйти с этой инициативой, во-первых, общественной палаты в Российской Федерации через нашу, опять же, Кировскую общественную палату. Здорово, что коллеги поддержали. Огромное спасибо. И теперь мы, собственно, абсолютно открыто, прозрачно приглашаем всех коллег из других регионов присоединиться к этой акции, я бы так это сказал, парад дружбы народов России. 12 июня, День России. Такой, знаете, день, насколько я это понимаю. Я знаю, часто бывает, что местным властям, там, культурному сообществу много лет проводятся мероприятия, трудно каждый раз что-то придумывать, там, да, новое. Это же некие такое, все равно, отчасти всегда задачи. И, на мой взгляд, ну, сейчас вот такое время, когда парад дружбы народов может такой небольшой вакуум восполнить, причем в каждом регионе. Это было очень позитивно, это здорово, мне очень понравилось. Вы уже кому-то направили предложение? Мы направили письма уже почти во все регионы Приворского федерального округа. Когда вы это сделали? Мы этим занимаемся, вот сразу после, как закончился фестиваль, мы немножко отдохнули и сразу начали... А есть отклик уже? Да, из Коми есть отклик, из Нижнего Новгорода. Сейчас коллеги из Москвы, из Питера готовят нам ответы. Вы как это предлагаете? Есть из Чувашии отклик. Просто, ребята, вот у нас прошло такое, это здорово, и организуйте тоже, или... Мы предлагаем всем коллегам включиться в некую российскую акцию и вместе это сделать для того, чтобы так консолидированно выступить и, так скажем, что привлечь к этому еще больше внимания. Но она должна еще и в один день какой-то проходить. Мы предлагаем 12 июня, то есть в нашем случае 13, у нас традиционно 13, раз уж мы, так сказать, все равно исключение некое. А так, в целом, мы предлагаем коллегам 12 июня в День России. Но для нас, в любом случае, это в очередной раз способ привлечь внимание к нашим вопросам, потому что мы в очередной раз отправили главе города обращение с просьбой все-таки подыскать нам помещение для Дома дружбы народов. Мы надеемся, что эта просьба будет услышана, потому что, наверное, есть какие-то помещения, где можно разместиться. То есть вы ожидаете, что когда глава города Владимир Васильевич Быков увидит масштабы этого движения, он как-то вам поможет с помещением? Мы уверены, что он уже увидел, потому что он был на сцене, он принимал, по сути, финальную часть параду, он увидел, как много людей, как много флагов, как много позитива, как много улыбок. А зачем вам этот дом? Зачем помещение? Что там будет в этом доме? У нас есть общественные организации, национальные диаспоры или просто автономные некоммерческие организации, которые занимаются тем, что работают с гражданами разных национальностей. Если это мигранты, в данном случае с ними надо работать в части юридического просвещения, трудового законодательства, перевода, например, контрактов каких-то трудовых, поиска работы. Если это диаспора национальная, то это культурная работа со своими людьми, это языковая школа, например, обучение на родном языке. Ну и в конце концов у нас есть телевидение «Дружба народов», проект, который мы продолжаем, снимают репортажи. И после фестиваля сейчас у нас готовится очередной блок, выпуск. Поэтому это работа многогранна. В каждом регионе, почти в каждом регионе уже есть дома «Дружба народов». Мы надеемся, что благодаря... Там нет фестиваля, но там есть «Дом дружбы народов». Ну, везде по-разному. Так или иначе, национальные фестивали есть во многих регионах. Просто в таком формате, как у нас, парад «Дружба народов», праздник плова и так далее. Это такие яркие фишки, которые есть только у нас. — Еще раз, может быть, я прослушала. Письмо на имя Владимира Васильевича Быкова уже ушло. — Да, конечно. — А когда ушло? — Неделю-две назад. — Ну и ждем месяц положенный. — По сути, да. — То есть сразу он не отреагивает. Он не в отпуске, нет? — Ну, вы знаете, я не докладываю. Я уверен, что Владимир Васильевич рассмотрит, потому что мы... — А большое требуется помещение? — Ну, мы рады всему, поэтому... — Нет, но вы рассчитываете на что-то? — Мы 200-400 квадратов, я думаю, где-то так. — Хорошо, понятно. Ну вот, мы бы тебе больше времени дали, если бы ты пораньше пришел. — Так или иначе, спасибо за то, что вы не забываете нас. Я надеюсь, что в этом году плов удался. — Плов был вкусный, да. В этом году, да, вкусный был плов, как в прошлом, наверное, да? Хорошо. Вячеслав Цихонов, руководитель автора проекта «Вместе вятка», президент культурного фонда «Яркий город», о том, что парад «Дружба народов» пройдет, вероятно, в следующем году уже по многих регионах нашей страны. Спасибо вам. Первый час дневного разворота закончил. Дарья поделила уже в студии. Сейчас будут новости, тематические программы и реклама. Мы вернемся в начале следующего часа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова